Я оставлю перед вами задачу. Очень простую задачу. Те предприятия, которые хорошо работают, самое главное им не мешать. Чтобы ни милиция, ни налоговая, ни мытники, ни все остальные контролирующие органы им не мешали, а помогали. Те предприятия, которые плохо работают или стоят, вот тут надо разбираться. За каждым предприятием закрепить ответственного, где-то нет кредита в банке, где-то некуда сбывать продукцию, где-то проблемы с расчетами за газ и так далее, и так далее. Но, если бы по каждому предприятию велась каждодневная работа, вы бы меня тормошили, и в правительство выходили, и министры бы, так сказать, в лицо знали хорошо, и одного, и другого, и третьего. А так получается, Одесса в области машиностроения сама по себе, а страна сама по себе. Каждый идет отдельным курсом. А наша с вами задача эти курсы соединить. Идем дальше. Я уже вскользь сказал по долгам, по заработной плате. 46 миллионов гривен на сегодняшнее, 1 сентября. Кто отвечает за погашенные задолженности по заработной плате? Значит, я вас попереживаю. Если вы ситуацию не поправите, то ищите себе другое место работы. Одесская область одна из немногих, которая не уменьшает задолженность по заработной плате, а ее увеличивает. Я могу еще принять ваши рассуждения, о которых мы сейчас с вами вместе говорили. Еще ладно, могу, так сказать, порассуждать, так это или не так. Но в вопросах погашения задолженности по заработной плате мы приняли самое жесткое кадровое решение. Поэтому я ожидаю, я даю вам месяц, ровно месяц срока, чтобы задолженность была уменьшена. Причем 46 миллионов спокойно ее можно уменьшить в два раза за месяц. Спокойно, абсолютно. Мы пришли, работали, отримали 64 миллиона. И на сегодняшний день мы уменьшили на 18,2 миллиона. Ухаженно за эти два месяца. Мы работаем с каждым предприятием. Мы готовы по каждому и стараемся уменьшить. Каждый месяц мы получаем задание уряд на уменьшение на 3,80. Так, в червне мы не уменьшили на 30, потому что мы только начали работать. Значит, вот вам простой вопрос. Есть такое ЗАО АКВА. Чего она нарастила задолженность? Я не знаю, что такое. Чего она нарастила задолженность на 1 миллион гривен? ЗАО АКВА. Мы говорим, что вам предприятие в Банкру. Вот, судя. Фактически. Предприятие в Банкру. Мы можем предприятие на 15 миллионов. О, алло, Балтский молочноконсервный комбинат детских продуктов. 1,1 миллиона. Тоже банкрот? А почему свои проблемы это предприятие решило решать за счет работников предприятия? Почему она их не решает, это предприятие, за счет кредитов в банке и других методов решения массы, улучшения работы предприятия, и так далее, и так далее. Почему она за счет долгов по зарплате решает эти свои проблемы? Я еще раз подчеркиваю, почему кто дал им право решать хозяйственные проблемы предприятия за счет работников предприятия? Никто не давал. Николай Иванович, мы индивидуально работаем с этим предприятием, потому что там занято около тысячи человек. Это тысяча человек для такого района, как Балтский, это достаточно большое количество. И поэтому мы стараемся сохранить все рабочие места. Мы взяли на контроль в администрации этого предприятия. Мы индивидуально работаем, и я думаю, что в ближайшие месяцы и задолженность будет погашена, и предприятие мы спасем от банкротства, от того, на чем оно сейчас стоит, на уровне. Потому что у них очень много кредитов было взято, они просто не вытаскивают сейчас. Я еще раз говорю, значит, это у нас уже вошел в привычку.